Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня с загаданием посмотрим бой на танке Объект 279Р. Танк за ЛБЗ. Конечно, до сих пор он довольно-таки хорош, но получение данного танка, конечно, усложнено, учитывая, сколько ЛБЗ нужно пройти. И многие из этих ЛБЗ, конечно, чрезвычайно рандомные, даже слишком. Итак, еще один танк 8 уровня, польский. И еще раз хотел бы напомнить вам, что польская ветка выйдет в следующем патче, но перед ней должен выйти марафон на польский премтанк. Об этом, может быть, чуть позже. Но, собственно, давайте обсудим характеристики вот этого нового танка. Насколько он же все-таки хорош или, наоборот, не очень. В общем, у него 300 АФ, 410 на фугасах, средняя бронепробиваемость 212, на голде 290. Вот на голде у него бронепробитие довольно хорошее, у него кумулятивные снаряды. 53 на фугасах, время полной перезарядки 8,6. Как-то, ну, хотя, в принципе, для такой перезарядки, ну, более-менее, конечно, не фонтан. Разброс на 100 метров 0,38. Обычный разброс, то есть не особо хорошая точность, но и неплохая. Время сведения 2,5 секунды, тоже средний показатель. Скорость поворота башни 40 градусов в секунду. Углы вертикальной наводки минус 8 градусов, 15 вверх. Боекомплект 40 снарядов. Мобильность танка составляет вперед 50 км в час, максимальная скорость назад 17. Мощность двигателя 710 лошадиных сил, удержанная мощность двигателя 17,8 лошадиных сил на тонну. В принципе, по динамике он неплох. Скорость поворота шасси тут 44, тоже в норме. Прочность 1300, бронирование корпуса 90, 75 в бортах, 45 в корме. Бронирование башни 190 мм, 130 в бортах, 100 мм в корме. Что интересно, у этого танка броня башни лучше, чем у танка 9 уровня. Что вообще как-то совсем неправильно, что-то неужели у девятки такое, не знаю, орудие может быть хорошее, или что-то такое, или вообще это проходной танк. 380 метров обзора. В целом выглядит как просто обычный танк, то есть ничего выдающегося в нем я не вижу. Вроде бы неплохой, просто пройти и забыть. На данный момент такой вот вывод я сделал. Есть еще девятка, уже я ее не обсудил, но кратко могу сказать, что она тоже не очень, то есть тоже по характеристикам ничего особого. Остается надежда на десятку, которая должна быть, я думаю, хорошей. У нее еще и новый режим. Ну и в принципе об этом еще и говорит то, что у других танков 9, там 8 уровня нет нового режима ускорения турбо, а у десятки есть. То есть весь упор на десятку, чтобы ее все начали прокачивать. Ну а так в целом ветка пока что вырисовывается. Просто неплохая, но без каких-то ярко выраженных плюсов. Но это на данный момент все-таки десятка, мне кажется, перспективная. То есть смотря как там дальше характеристики будут у нее развиваться, но пока что выглядит имбовый. А также, что стоит отметить, друзья, сегодня у нас стартовал режим на Штурм Тиграх. Напишите, поиграли ли вы в него и понравился ли он вам, если поиграли. Просто интересно узнать ваше мнение. Напишите в комментариях. Пока что на данный момент просто вроде бы неплохой режим на время сойдет, как говорится. Но ничего особого. Также, друзья, хотел бы отметить, что в этом видео разыгрывается золото. Для участия вам нужно всего лишь досмотреть видосик до конца. И также обязательно прокомментировать его, указав свой игровой ник. И тут у нас разыгрывается в очередной раз 5 призов по 1000 голды вместо стандартных 2 призов. Но видео, как вы можете видеть, такое длинное. И чтобы участвовать в розыгрыше, нужно обязательно досмотреть до конца. Также заходите на сайт Воткит, выигрывайте 5000 золота ежедневно. Или премиум танки разнообразного калибра. Тут даже самые имбовые присутствуют. Используйте мой промокод на данном сайте, чтобы получить максимальный бонус при пополнении. Ну и, конечно, сейчас многие думают, на чем сосредоточиться, но именно в игре, чтобы потом в дальнейшем получить наибольшее количество плюсов. То есть, что будет врагать в игре в будущем. Итак, друзья, очень важно сейчас, конечно же, прокачивать слабые танки, которые 100% апнут. А возможно, даже заменят на что-то более интересное. Но, в принципе, это сами разработчики уже подтвердили, что Е100, ЕС-4, а также Т110Е5 и многие другие танки подвергнутся апу и станут значительно лучше. Поэтому, конечно, друзья, я крайне рекомендую прокачивать эти танки, потому что они позволяют вам, ну, действительно, в будущем получить хорошие имбы даже, возможно. Но если не имбы, то, по крайней мере, значительно улучшенные танки. Да, кто-то скажет, смысл сейчас тратить время на вот эти вот танки, если есть более крутые машины, которые, в общем, заслуживают внимания. Ну, если есть, то прокачивайте их. Но, в основном, я говорю про тех танкистов, кто, в общем, является опытным, у кого и так уже много техники, и он уже не знает особо, что ему качать. Вот такой вот совет вот вам. Также следующее, что стоит отметить, это переделка перков в игре World of Tanks. Это, как ни крути, очень важно. И в дальнейшем количество перков будет очень сильно радать. Минимум, сколько нужно прокачать перков, это 3. Это самое минимальное значение на каждом из танков. Потому что в дальнейшем это, в общем-то, позволит вам значительно уже, ну, апгрейднуть какой-либо танк. То есть, все это, весь вообще опыт экипажа со всех танков, даже с экипажа, который не используется, весь этот опыт будет использован для какого-то мега-супер экипажа, который вы проапгрейдите максимально. Также желательно брать, ну, всяких необычных членов экипажа по акциям, потому что в дальнейшем, как сказали разработчики, они будут давать особые бонусы. Также, друзья, конечно, боны, куда же без них. Сейчас, конечно, пока что бонового магазина нет, но это временно. Именно, поверьте, он уже приближается, то есть, времени осталось ждать, ну, совсем мало. Поэтому используйте это время с умом, конечно же. То есть, старайтесь, ну, там, в общем, копить боны, там, всякие акции, использовать там, всякие возможности. Вот, например, будет клановое сражение скоро, где тоже можно заработать боны. Ранговые бои, собственно, выйдут вместе с боновым магазином, а ранги у нас тестировались в патче 1.9.1, то есть в текущем патче на тесте. Так что ждать долго не придется. Также, друзья, марафон на премиум танк. Конечно, многие сейчас скажут, что марафон уже, ну, там, недавно был. Хотя, в принципе, давно уже не был, но кто-то считает, что там марафоны часто вообще не должны быть. Там 1-2 раза в год хватит, но вообще у нас стандартно марафоны проходят как минимум 3 раза в год. Это именно такие большие марафоны на танке 8 уровня. Так что стоит ждать марафонов в этом году. Хотя некоторым игрокам начало приходить такое вот предложение поучаствовать в марафоне. Да, не удивляйтесь. То есть, но для этого нужно заплатить 300 рублей. И в марафоне можно получить премиум танк 7 уровня. Кто-то счел данное предложение отстойным, кто-то сказал, что, в принципе, норма за 300 рублей хоть какой-то премтанчик получить. Не каждому данное предложение приходило, но, тем не менее, кому-то пришло. И, ну, в общем, если приходило, напишите в комментариях. Также совершенно, в общем-то, ну, не факт, но очень вероятно, что данное предложение будет и с другими танками использоваться. То есть, какие-то другие танки будут в марафонах. Что позволит, в общем, в дальнейшем такие вот марафоны себе просто приобретать за небольшую сумму и проходить, если есть желание. Также, друзья, новое оборудование тоже, в общем, очень важно в нашей игре. И, конечно, ну, к нему нужно тоже приготовиться. Каким образом? Ну, чем больше у вас оборудования сейчас, тем, наверное, даже лучше. Ну, в принципе, можно просто держать какое-то определенное количество серебра. Потом просто купите нужное. Но если у вас много оборудования, не продавайте его, потому что потом будут разнообразные замены. То есть, если какое-то есть оборудование не очень хорошее, то его заменят на что-то более отдельное, на что-то более интересное. Также желательно вступить в какой-либо клан, участвовать в сражениях там и стараться, в общем, заполучить как минимум боны, там, дни премиум аккаунта, серебро, девушек-танкисток, учебные пособия, резервы и многое другое. Ну, как максимум получить там танк 10 уровня, Чифтейн. Ну и, конечно, друзья, нужно стараться заполучить как можно больше золота. И сейчас я вот вам покажу, где, собственно, чаще всего я достаю золото, где можно его достать. Всем привет, дорогие друзья! С вами Маракайси. Итак, сегодня посмотрим сайт Воткит. В общем-то, будем выигрывать на нем голду. Сейчас идут скидки практически на все категории. Ну, посмотрим, что получится выиграть на этот раз. Голды у меня уже не так много, поэтому как раз нужно подзаработать ее. Итак, пробуем, в общем, сейчас выиграть какой-нибудь хороший приз. Напоминаю вам, что если вы участвуете в розыгрыше, для этого вам нужно, собственно, подписаться на мой канал и также написать комментарий и досмотреть данное видео. Ну и не забудьте указать свой игровой ник. Ну или какую-то еще, можно другую связь тоже указать, там ВКонтакте, например, если что. Ну и вы можете выиграть с помощью этого золота. Итак, я как-то пропустил, что я выиграл 500 золота. Я выиграл, похоже. Ну ладно, идем дальше. Дальше посмотрим, получится ли выиграть хотя бы тысяч пять золота. В общем, ситуация такая интересная у нас намечается. И 50 золота. Друзья, 50 золота, наверное, пускай будет. Хотя, конечно, это не то, чего я хотел бы. Вот так вот один нолик вот этот пропал. Было 500, стало 50. Когда-то вроде что-то похожее я видел, но не видел, а скорее. В общем, слышал о таком. Лет 20 назад был даже, наверное, нет, лет 30 назад. Надеюсь, нолики будут только прибавляться, но при условии, что там циферки будут впереди. В общем, ладно, идем дальше. О, да, наконец-таки джекпот. Леву выигрываю за 12500 золота. Это бомбезный приз, друзья. Как раз то, чего я ожидал. Ну, в общем, посмотрим, что из бесплатного кейса нам выпадет. Каждый шестой кейс тут бесплатно. И 500 золота. Давайте, может быть, я не знаю. Попробуем. Ну, такой вот, давайте, дорогой набор. Сразу бахнем, может, повезет. Хотя, тут самый дорогой набор, который можно выиграть сейчас, на данный момент. Это 17000 золота. Надеюсь, он мне и попадется. Попался мне набор за 4000 золота всего. Не так много, как хотелось бы, если честно. Есть еще вот такие вот наборы. Ну, давайте попробуем вот такой вот набор за 199 золота открыть. Чтобы уж наверняка, так скажем, все опробовать и наверняка выиграть. Итак, 500 золота я выигрываю. Но это совсем как-то мало. Давайте продадим это. Попробуем. Такой вот вариант опять. Недорогой. Потому что пока что он, получается, у меня самый выгодный. Вообще, мне больше всего нравятся вот эти коробки. Но получаю 50 золота я. Ну, окей. Ну, ладно, у меня еще есть две попытки. По крайней мере. Что-то ценное выиграть. Посмотрим, получится ли у меня это или нет. 900 золота я выигрываю. Так. Ну, ладно. 70 рублей, правда, останется. Ну, что, посмотрим, получится ли у меня выиграть. 750 золота выигрываю. Продасть или... Ну, давайте продадим. Ладно. С помощью этого я два раза ищу как минимум. Сыграю даже три, по-моему, с бесплатным кейсом. Кто знает, может быть, еще премиум танк выиграю. Итак. Момент Х. И ура! Действительно, выиграл премиум танк. Прокатила моя стратегия. Не зря я это сделал. Ну, может быть, еще Лёвика в ангар. Ну, и все. Золото, конечно, я разыграю среди вас, друзья. Будем понемногу разыгрывать все это. Ну, на этот раз 100 золота. Я выигрывал. Давайте продадим. Есть еще бесплатный кейс, кстати, из которого... Опять можно эту ПТ-шку выиграть. Будет интересно, если я... Опять выиграю, собственно, ее. Ну, мне 500 золота падает. Продадим. Блин, не хватает. Наверное, не стоило. Ну, ладно. Напоследок, скажем так. Смогу ли я премиум танк выбить? Тысяча золота. Ладно, наверное, все. Хороший или нет? Или да? Ладно. Но потом оставлю 70 рублей. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам удачи. Пока.